утренний кофе с молоком и сахаром доброе утро и хорошего дня всем огромный привет и добро пожаловать на канал посмотрим что у нас сегодня за окном какая погодка сегодня солнечно нет и какое чистое солнышко светит должно быть тепло я еще не выходила на улицу у нас утро пол восьмого такая вот погодка у нас красота солнышко снова светит что не может не радовать сегодня приедет мама обновить маникюр мне нужно сейчас приготовить быстренько покушать чтоб потом я не отвлекалась и сбегать еще магазин за молоком молоко закончил сегодня кашку с утра ели на утро у нас была овсяная кашка с инжиром вот молоко закончилось нужно сбегать за молоком вот так начнется мой день а я же вам обещала рассказать про нашу соседку назовем ее редиска нехороший такое слово редиска будет она редиска расскажу про нашу редиску сейчас я налью себе чай сяду и вам все расскажу ныла себе чай вкусно такое с чабрецом черненький ну что слушаем нашу историю началось с лета начались каникулы у нас летние каникулы шесть недель соседка живет напротив у нее трое деток старшему 13 младшим не у двоняшки по 8 она словачка они уезжают словака и к родителям он немец к ней на родину едут сразу на шесть недель вот собрались и уехали винченцо итальянец тоже выезжает он один в италии уезжают тоже уехал тут мы собрались на месяц тоже уехали осталась одна редиска у нас на площадке родители приезжали цветы поливали почту смотрели так примерно два раза в неделю они приезжали пришли ушли никого нету чистота порядок должен быть на площадке тут через пару дней как мы приезжаем висит объявление на лифт повесил наш хаус мастер по-русски я не знаю как он будет наверно тот кто занимается домом участком ремонтом если что звонишь он приходит там ремонтирует вызывает фирму управляющий как в общем напишите как по русский вот хаус мастер вот с нашей управляющей компании в которой мы платим денежку да за все приходит письмо что мы нарушаем опять порядок за этим они следят строго да мы нарушили опять порядок я сейчас прикреплю эту это письмо которое сфотографировала через пару дней она исчезла после того как я расскажу после чего я ему успела сфотографировать вот я его сейчас прикреплю тех кто не понимает я объясню что в этом письме написано уважаемые жильцы пятого этажа действительно невообразимо что вы могли допустить нечистоту в своем коридоре пятины грязи на ковре становится постоянно все больше и больше к сожалению с вашей стороны нет никаких изменений в эту ситуацию поскольку об этом загрязнение стало известно не только моим жильцам ну вот на площадке нашим жильцам и многим другим жильцам кто к нам вообще никогда не приходит на площадку пропустим это я вынужден каждый день проверять ваш подъезд ваш коридор прошу всеобщего сотрудничества ради всеобщего блага и заранее вам благодарен вот такой вот бред я сказала это просто бред какой-то мы получили не знаю что она тут делала танцевала или гостей называла не за и мусор просто приносила рассыпала я не знаю в общем я его встретила когда прочитала это письмо пошла к нему говорю так и так что это такое в этом нам повесили за 16 лет сколько мы здесь живем ни разу когда у нас был лишь еще другой холст мастер ни разу даже у нас есть пуцфрау которая убирает наши подъезды женщина специальная пылесосит убирает ноет все это ни разу никто ничего не сказал у меня были маленькие дети коляска велосипеды с песок с этих игровых площадок был иногда да но я сразу убирала за собой там пылесосила здесь никого нету никого она одна была я не знаю я не знаю у вас там было столько мусора столько от самой агры ну вы же могли логически подумать нас нету вы знаете что нас нету вы видели мы все уехали зачем вы повесили вы кому повесили нам письмо или ей письмо вы повесили вы могли бы просто подойти и сказать так и так я бы слушать а теперь я забеспокоилась если нас не было а здесь такое творилось значит наши квартиры могут вскрыть и ограбить нет нет это не то я бы но я вообще не понимаю почему вы повесили нам вот это объявление письмо предупреждение что это кому-то это мешало значит она вам постоянно звонила говорила ну сигнал был но его от кого сигнал был сверху к нам не не спускаются снизу не поднимаются никто к нам не приходит от кого был сигнал но я не могу это вам сказать ну я бы я понимаю от кого был сигнал просто если вы нормально подумаете то стоило ли вообще заводить эту кашу ну ладно тут приезжают соседи я им сразу отписалась письмо поскидывала она такая я еще не приехала с отпуска у меня уже взрыв в общем они приехали бы встретились обменялись мнениями он звонит муж ее звонит этому хаус мастеру назначает ему встречу гаражи мы спускаемся чтобы редиска не подслушивал у нее же прибор есть кстати у нее есть прибор один раз мы ее спалили у нее есть прибор такая вот чаша какая-то и микрофон не наушник наушник и чаша один раз мы с соседкой разговаривали в и про нее ну так тихо она открывает дверь забыла снять такая нам по-немецки это неправда чего вы тут про меня говорите мы такие на нее смотрим она не поймет почему мы так на нее смотрим потом когда она увидела что на ней все это причин дала такая раз дверь закрыла в общем прослушивает вот мы вниз спустились и объяснили ему ситуацию когда да я все понял вот но прежде чем писать такие письма неприятные ну что грязнули какие-то что ли выглядит хотя бы с нами спевал как бы пообщались и спросили поинтересовались в общем пообщались мы с ним он все понял снял эту бумажку сказал больше такого не повторится а с ней мы будем по-другому разговаривать в общем напишем письмо от нас всей площадки нашей нашу компанию чтобы как-то реагировали как-то на таких людей не знаю начнем с этого ну это просто нам вообще-то смешно но потому что я такая вот соседки не было смешно она прям расстроилась то что такое типа на меня люди теперь подумают что я самая грязная что у нас самый грязный подъезд сейчас покажу вам наш нашу площадку я в шоке просто что можно еще придумать но я не знала что можно еще такое придумать все было и машинку я ночью стираю на машинке мешает ей я говорю я не стираю на нет ты стираешь и ну пусть по-твоему стираю но я не стираю и стираю я ночью и это она вот слушает ей делать нечего что ли вот сейчас может быть даже сидит меня и слушает ночью иногда ариот было 4 утра у нас во дворе акустика если ночью тихо и кто-то разговаривает и ну так как закрыт двор и поднимается вверх ну монотонно разговаривают люди там прощаются будет три и пол четвертого лета открыты балконы у всех жарко все спят она выходит на балкон как заорет по-немецки что заткнитесь у нас спальня вообще с другой стороны мы услыхали как она здесь орала следей как слышат там люди это ничего это нормально она проснулась всех разбудила в общем вот такая вот у нас редиска тут растет да ладно сейчас пойду засниму вам коридор может быть ее засниму если выйдет кстати она никогда не выходит если она слышит что мы выходим и она хочет выходить один раз было такое я открываю дверь и она открывает дверь и она в том числе закрывает дверь ждет пока я уйду потом выходит заходим на нашу площадку это со стороны лестнице цветочек мой здесь у нас счетчики стоят вот наша площадка вот эти пятна они были до того как мы еще сюда приехали лифт вот здесь было это объявление здесь у нас мельшлюка сюда мы мусор выкидываем соседка все чисто сосед итальянец редиска и вот моя дверь моя обувь стоит это тоже наша дверь здесь у нас кладовочка такая большая кладовка у меня еще здесь есть вот ну где тут и так у нас всегда не знаю что тут было грязного грязного да ух ты ритти ритти меня встречает ты думал я ушла а я уже пришла у нас вообще чистая площадка но всегда но мы тут живем но бывает а мусор я всегда после своих детей всегда пылесосу когда они маленькие были приходили с площадки с игровой всегда убирала соседка тоже самое мне вот интересно что здесь было что вот он такое письмо написал или он даже не ходил и просто написал с ее слов но после того как мы с ним пообщались он все понял сделал выводы что так просто не пойдет что так просто он может написать и без причины в общем да думает как вы мне все надоели но извините если редиска не дает никому жить то мы не собираемся по ее правилам как он сказал и будете жить по моим правилам здесь не получится так вот и когда она например злая или что-нибудь у нее настроение может быть нету она начинает хлопать своей дверью создавать такие вот знаете шумы мешать всем людям жить ну вернее нам на площадке думать сейчас вы приедете с отпуска я вам тут устрою да но не тут то было мне он просто интересно что же она еще в следующий раз может придумать серьезно ну я бы до такого общения додумалась уже протокол она вела что мы каждый день делаем записывала когда мы шумим когда мы включаем телевизор когда даже дошло до того что она все это строчила в управляющую компанию что мы нарушаем порядок то все утром смотрим сугром к телевизор хотя мы не смотрели громко телевизор мы вообще его не смотрим мне некогда утром я детей в ту школу то в садик когда детки еще маленькие были мне звонит уже ну я не реагирую на письма они шлют шлют я не реагирую мне потом уже звонят что такое ну давайте уже какой-то компромиссным тушим она нас закидала письмами а мы должны реагировать я агро что вы предложите она горит ну купите наушники что потому что мы и мешаем наш телевизор стоит возле стены где у нее спальня ягра вот представьте вы приходите домой а ваша вся семья сидит в наушниках как вам такая картина ну а что я могу вам предложить я ну ничего наверно может быть с ней надо поговорить может быть ей кровать переставить в другую сторону или в другую комнату не знаю я но если мы говорим что мы не смотрим телевизор а она говорит смотрим ну как я могу с таким человеком общаться если я не стираю вечером она говорит мне ты стираешь я стою возле твоей двери и слушаю что же вы стоите все время возле моей двери так зайдите ко мне и посмотрите надо следующий раз овчарку приобрести чтобы она не стояла возле двери ладно я буду короче готовить обед мне нужно все это приготовить и жду маму приходит делаем ногти а потом кушаем вкусный обед я пошла не буду отвлекаться встретимся попозже сварила бульон с домашней курочки вот такой получился бульончик варила в кастрюле амц ну и разделываю мяско пассажир уже здесь сейчас остынет я ему мяско сделаю варила без соли потом уже когда буду лапшу закидывать только посолю а мясо варила без соли потому что вот этому пассажиру да ричи мясо любишь мяско курочку любишь да ммм сейчас остынет подожди она еще горячая вот еще и сидеть 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 моя умница сидеть сидеть сядь сидеть на 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 вкусно 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 да еще ричи сидеть 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 вкусно вкусно сварила кусочек грудки и одно крылышко и вот такой получился нагаристый бульон с домашней курочки потом закинул лапшу зеленушку и все и лапша готова сейчас остынет ричи подожди он еще горячая сейчас она остынет потом я тебе порежу и да на два раза поделю тебе чтоб сразу все не скушал от кости хорошо отходит когда варишь в кастрюле амц вот прекрасно пока сбегала магазин за молоком за хлебом сварилась курица домашняя курица не магазинная домашняя варится очень долго когда я делала съемку в калидоре у нас на площадке было чисто сейчас ходила с ричи погулять мусор лежит ну я его засняла чтобы соседке показать смотри что наша редиска делает сейчас ставлю вам кадр я только с ричи выходила погулять вот специально подкидывает мусор я тут готовлю а мне уже посылка пришла я кляй сейчас пойду получу и покажу потом что заказывала заказала в этот раз я помимо спирулины здесь у меня тысячу таблеток заказала еще коллаген пришло все вот в таких вот бумажных упаковках я уже все это распаковала здесь сколько у нас килограмм коллагена в общем спирулина это понятно да я ее всегда заказываю а коллаген решила заказать первый раз попробовать для чего я его заказала это во первых для суставов для наших связок для кожи для волос для ногтей в общем для всего нужен коллаген и вот решила попробовать пропью потом уже скажу результат что у меня получилось действительно ли он помогает или же это все это рекламный ход есть разные и с добавками и без добавок и цена тоже очень разная но я взяла средний брала по отзывам очень хорошие отзывы в общем будем сейчас пробовать пить и смотреть наблюдать Саша кстати тоже сказал я буду тоже пить ему очень понравилось то что это для суставов для связок для кожи мы же стареем а стареть не хочется и быть больными и старенькими поэтому любыми способами стараемся продлевать и поддерживать свой организм чтобы он был здоровым я растворила 15 грамм в воде и вот так это выглядит прозрачная водичка растворился очень хорошо никаких ни комочков ничего нету прозрачненько без вкуса без запаха просто как вода в общем поставил стаканчик пьешь наслаждаешься и получаешь свою порцию коллагена кто там кто там здравствуйте 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 дорогие подписчики я рада вас видеть всем привет из нашего штугата всем привет всем привет пойдем будем делать ногти все свет включила мама на месте клиентка на месте будем делать ручки с цветом и потом определимся да сейчас первообработаю давай начинаем давай покажем что у нас получилось сегодня у нас вот такой вот нежный сиреневый цвет красиво получилось такой нежненько давай эту ручку полностью суши кто вытаскиваешь красота навели красоту все мы ногти сделали реснички покрасили чай попили суп поели мама наелась пойдем покажите красиво ноготочки ой обалдеть нет на мою футболку положить руку ой опять оба не будут все смотреть на мои ногти а потом на меня ну да до скорых волнующих встреч пока на ухоженные ручки потом на тебя голову подним да давай все такие красивые да всем пока и до новых встреч я уже закончил это видео увидимся с вами в следующем видео пока пока до новых встреч